Должны рождаться все дети. На Пятом общецерковном съезде по социальному служению, который состоялся в сентябре в Москве, Святейший Патриарх Кирилл отметил, помощь семье – приоритетная задача социального служения. Одним из направлений работы в 2016 году должна стать максимальная забота о будущих мамах, в частности, организация кризисных центров. Такие кризисные центры, возможно, будут организованы в городе Прокопьевске, где мамочки будут иметь возможности, которые, допустим, их выгнали из дома, из-за того, что она беременная, и они собираются сделать аборт, их могут принять на какое-то время. Особенно к такому контингенту относятся девушки из детских домов, которые вышли, и которым некуда идти, и они попали в трудную жизненную ситуацию, забеременели, и с ребенком они не могут ни устроиться, ни работать, и идут на аборты. Создание подобных центров – дело трудоемкое и весьма затратное. Построить одномоментно по центру в каждом городе невозможно. Выход из ситуации предложили участники общества православных врачей в Кемерове. Идея открыть школу для будущих мам и начинающих родителей на базе Кемеровского и апархиального управления нашла поддержку и сейчас благополучно воплощается в жизнь. В здании воскресной школы там будут проводить занятия с этими будущими мамами. Православные врачи, при том врачи-специалисты, как гинекологи, так и акушеры, так и психологи, при том специалисты именно в этой области. Специалисты очень высокого уровня, среди них два кандидата медицинских наук. Также будут работать специалисты по пению, которые будут учить мамочек и молодых родителей петь правильно колыбельные песни, потому что, оказывается, это очень влияет на психику ребенка и на его развитие даже во время, еще когда мама вынашивает, внутриутробного развития. А колыбельные песни, они успокаивают сердечную систему, помогают, чтобы ребенок был уравновешенный и нервная система развивалась в правильной форме. То есть, оказывается, такие мелочи, которые были в старину, и которые наши все бабушки и мамы делали, все это было очень обоснованно. Кроме того, в школе, которая сейчас активно обустраивается, будет преподавать мастер по творчеству, который научит будущих мам вязать пинетки, шапочки и шить подушки для новорожденных. Говорят, вот такие вот процессы, они стимулируют женственность. И в итоге мама, даже которая не имела детей, может забеременеть. Это уже врачи, тоже не анатолог наша провела, Ольга Алексеевна провела такое исследование и говорит, что это очень действует потом на мамину репродуктивную функцию. Первыми в школу будут набираться мамочки, чей срок беременности 30 недель и более. Позже записаться на занятия смогут женщины и с меньшими сроками, а также родители с детьми до трёх лет. Отдел социального служения занимается и другим направлением. Помощью мамам, которые отказались от прерывания беременности и оказались в трудной жизненной ситуации. Для этого на территории Кемеровского епархиального управления открыт гуманитарный склад, который непрерывно пополняется. Спасибо нашим прихожанам храмов, которые видят объявления, развешанные в каждом храме города Кемерово и не только, и в других благочиниях. Спасибо социальным сетям, которые пытаются распространять это объявление, чтобы люди приносили, жертвовали. То есть, ну вот пока вот собираем, люди начинают отзываться, начинается обратная связь. Это говорит о том, что наше общество неравнодушно к этой проблеме. Помочь мамам и их малышам может любой желающий. Речь идёт не только о детской одежде, игрушках, предметах гигиены, но и о продуктах питания и моющих средствах, необходимых в хозяйстве. Телефон для связи со специалистами отдела социального служения и по вопросу записи в школу молодых родителей, и по вопросу благотворительной помощи 8 908 944 4401.